Позвольте начать работу нашей конференции. Хорошей, в общем-то, традицией становится проведение конференции «Россия-Африка». Казанский федеральный университет уже четвертый раз становится организатором Международного научного форума «Россия-Африка», в рамках которого коллеги со всего мира обмениваются опытом в области политики, экономики, истории и культуры. В этом году на площадках форума было запланировано обсуждение широкого круга вопросов, относящихся к развитию отношений России со странами африканского континента. Программа разделена на 8 секций. Среди тематик «Африканское языкознание», «Россия-Африка. Взаимные связи в истории и современности», «Россия-Алжир», «Страны в Африке в современной системе международных отношений» и другие. Кроме того, была организована школьная секция «Язык и культура» в полилингвиальной и поликонфессиональной среде. На протяжении 10 лет складывалось и сегодня, я с уверенностью могу сказать, что сложилась уникальная достаточно научно-образовательная среда, которая позволяет нашим студентам прежде всего окунуться в мир африканских стран, узнать их со многих сторон, исследователям, которые работают в Казанском университете, которые работают вместе с нами, проводить свои научные изыскания на достаточно высоком уровне. На протяжении 10 лет в Казанском федеральном университете активно развивается направление африканистики. С 2012 года в Институте международных отношений открыто направление востоковедения и африканистика и ведется подготовка по профилю языки стран Азии и Африки. Обучение предполагает сочетание классического востоковедного образования с углубленным изучением истории, религии, общественной мысли и политических процессов в странах Востока. Также студенты и преподаватели принимают участие в различных конференциях, пишут научные статьи и ежегодно проходят языковые стажировки в Египте, Марокко, Танзании, Иране и Индии, где получают соответствующие сертификаты. Также в рамках форума и десятилетия существования кафедры востоковедения и африканистики в стенах Института международных отношений торжественно был открыт Центр африканских исследований, который станет площадкой для проведения семинаров, лекций и мероприятий, связанных с подготовкой студентов Института международных отношений по компетенциям африканистов-филологов, историков, международников и также изучением традиций исламской, христианской и иудейской культуры афроазиатских народов. Открытие Центра африканских исследований приурочено как раз к проведению этого большого форума. То, что мы его в четвертый раз уже проводим в Казани, это тоже говорит о признании этого форума со стороны отечественных африканистов. Они охотно принимают участие, сами нас просят проводить очередной раз, что нас не может не радовать. Ну и мы сами здесь, в Казани, конечно же, интересуемся Африкой. Надо помнить, что Казанский университет — это центр отечественного востоковедения. 200 с лишним лет назад Казанский университет для этого он и был создан, чтобы здесь изучать культуры народов Востока. И поэтому у Казанского университета хорошая база, хорошие традиции изучения иных культур, иных народов. Форум не только стал отличной площадкой для обмена опыта между студентами, преподавателями и ведущими учеными-африканистами и экспертами из 12 стран, но и поспособствовал укреплению взаимопонимания и сотрудничества между Африкой и Россией. Кристина Отюкина, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.